Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Как торговать акциями, используя Python? Будем использовать классный инструмент от Google Collab, в котором мы с вами будем выполнять код на Python. И также будем использовать несколько библиотек. Одна из таких библиотек это Talib. Она позволяет применять индикаторы к временным рядам цен акций. Итак, как проинсталлировать Talib? Смотрите, здесь есть ссылочка, которую я специально для вас оставил. Используя вот этот небольшой код, мы с вами можем проинсталлировать Talib в наше окружение Python. Вставляем этот код сюда, в наш блокнот, нажимаем Start. И у нас с вами закачивается эта библиотека и проинсталлируется. После этого мы с вами импортируем эту библиотеку с помощью команды ImportTalib. Довольно просто. Очень удобно использовать Collab. Дело в том, что вы можете комментировать весь ваш код. Ну и, конечно, делиться этим кодом с вашими коллегами, друзьями. После этого давайте выполним вот эту команду, которая покажет все те индикаторы, которые присутствуют в этой библиотеке Talib. Смотрите, как много разных индикаторов. Конечно, назначение этих индикаторов вы можете почитать отдельно в специальной литературе. Давайте мы с вами посмотрим их функции. Для этого просто вызовем talib.getfunctionsgroups. Вызываем выполнение этой команды, и можем смотреть все эти функции по каждым этим индикаторам. Видите, как их много. Очень много. Для работы с индикаторами нам необходимо заимпортировать временные ряды цен. Для этого мы с вами будем использовать библиотеку Yahoo Finance. Y-Finance. Pip-Install Y-Finance. Запускаем эту команду. Смотрите, она у нас с вами выполняется и, конечно, импортируется. Окей. После этого мы с вами должны ее заимпортировать. Импорт Y-Finance, например, как YF. И давайте загрузим наши данные в этот объект Data. С помощью вот этой команды Y-Finance метод download. Какую мы с вами будем использовать котировку, например, AMD. Из какой даты по какую дату включительно. Окей. После ее выполнения временной ряд с ценами акций AMD загрузится в эту переменную. Давайте мы с вами поставим текущую дату. Здесь поменяем на 19-е. И выполним еще раз. Окей. Данные обновились. Теперь, конечно, выведем их на экран. Просто даты пишем, нажимаем Run. Смотрите. Данные обновились. Мы получили с вами самые последние цены. Объемы. High, Low, Close, Open. То есть все как нужно. Теперь давайте возьмем какой-нибудь индикатор из Momentum Indicators. Введем их на экран. Смотрите. Обращаемся к этому методу GetFunctionsGroups и к Momentum Indicators. Вот они все выводятся. Если вы хотите получить помощь по какому-то индикатору, то пишите вот так. Вопрос, Talib, точка и название вот этого индикатора. Вот здесь вот. Смотрите. Запускаем. Справа получаем справку. Какие параметры мы сюда должны с вами передавать. High, Low, временной период. Ну и так далее. Хорошо. Справку можно закрыть. Теперь давайте создадим новый индикатор. Вот такой вот осциллятор. Вызываем Talib. Название этого метода. И задаем из наших данных. High, Low и временной период. После этого его выполняем. И получаем результаты. На экран. Вот здесь вот. По каждой дате. То есть эти данные вы уже можете анализировать в специальных ваших программах. Просто применяя этот индикатор к временному варианту цен этой акции. Вот таким образом мы можем с вами вывести данные за определенный период. Просто запускаем эту команду. Указывая временные даты. Хорошо. Давайте мы с вами применим индикатор, который позволит нам с вами определить утреннюю звезду. Для этого используется метод. Смотрите. Candle, Morning, Star. Сюда передается открытие, High, Low и закрытие. И в этот объект MS у нас с вами запишутся эти данные, которые мы можем вывести сюда. Смотрите. По результату видно, что мы с вами не определили, где у нас с вами возникла утренняя звезда в свечах. Окей. Для того, чтобы нам проще было работать с данными, можно использовать абстракт из Talib, который позволит нам с вами переименовать колонки на открытие, закрытие, High, Low, Adjusted, Close, Volume. Это делается для того, чтобы можно было не указывать нам с вами постоянно High, Low и так далее. Вот таким образом данные. Смотрите. Все время их конкретизируем. А можно просто, используя абстракт и те же самые методы, просто передавать сюда дата. И он сам возьмет нужные колоночки. Вот этот пункт очень классный. Обязательно его проработаете. То есть, вот эти вот заголовки, смотрите, которые мы с вами здесь видели. Open, High, Low, Close, Adjusted, Close, Volume. Поменяют свои названия. Добавляем сюда код. Пишем дата. Запускаем. Смотрите. Теперь у нас с вами все написано маленькими буквами. Open, High, Low, Close, Volume. Именно вот эти параметры нам с вами и нужны. Окей. Идем ниже. Теперь также создаем новый объект MS. Ну, переопределяем его. Используя абстракт и CandleMorningStar, обращаемся просто к дате. Теперь получается все довольно интуитивно. Просто из данных мы с вами определяем CandleMorningStar. И также можно вывести это на экран. Смотрите, по свечному анализу у нас с вами не определилась эта фигура. Давайте возьмем другой свечной индикатор. LangleFing. То есть, такое поглощение. И также применим его к нашим данным. Запустим еще раз код на выполнение. Выйдем на экран там, где наш индикатор не равняется нулю. И получим вот такие вот данные, которые показывают, в какую сторону движется наш рынок. Окей. Смотрите, я специально пробежался быстро по всему этому коду, чтобы вы поняли, как легко использовать, во-первых, Google Collab, а во-вторых, как можно легко использовать вот эту библиотеку с индикаторами, Талиб и откуда брать цены ваших акций. Для того, чтобы можно было их анализировать и, конечно, уже использовать в вашем коде в предсказании цены. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то поддержите этот проект, нажмите на кнопочку спонсировать, либо перейдите по ссылочке в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание.